Игра Игра Это победа Приматч Играют они Выигрываете вы Ляти-ляти самолет Севера на юг Покажи где круг Здравствуйте, друзья Ку-ку-хай-нихао Канишуа Это по-японски здравствуйте Канишуа Но это по-китайски вроде Это вроде по-китайски Кружок у нас чуть-чуть пониже Правый круг Центром круга является шелтер Самолет у нас был вертикальный Чуть-чуть правее летел От центра карты Но по сути был вертикальный самолет И у нас уже Почти все команды на своих спотах Кроме АВГ И кроме Куби Фаер Потому что они лутаются у нас В верхнем и нижнем Жоржепале соответственно Пин уже нокнул кого-то Когда ты успел Слушай, да Там проблема еще и у Лази Я пытаюсь понять Это была драка за багги Понимаешь, они подрались за транспорт И погибли Лэйзи погиб Лэйзи погиб один Да, Лэйзи погиб Пин красава Уже оформил 16 очков Для своей команды И тачку Хоть и не очень хорошую тачку Но Хоть что-то лучше чем Пешком Спириты уже в центре круга Кстати Я не знаю Что делают Стин Спирит Но похоже В их полку Прибыл какой-то Знаешь Шаман Сибирский Как это У них работает Я не знаю Но то что Ребята делают Элитно Ну чисто шаман На тренере Там Вот это Круг Давай На На самом деле Они Дрогнулись И просто сразу туда приехали Как увидели круг Они сразу туда приехали Пришли И все Они там же лутают Они понимают, что там никого нет И все Тут на самом деле Пока что Лакерста никакого нету Тут Грамотно ребята Просто все делают Тронады Энерджи Шторм лутают Новорепочку Юник лутают С основку Плюс Помойки Рядом На Ви Починки У нас Еще Вот Забываю Стикс 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 Гейминг Сейчас Стикс Гейминг Лутают Береговую линию Верхнюю И Все Получается Все На своих местах Кроме Торнадо Энерджи Баттл Не понял Где Торнадо Давай найдем их Эмм Они обычно Лутают Жаркие Но теперь они лутают Лисопилку Плюс Помойки Возле Мулки Как тебе такой Мягко говоря Спот Какой такой? Ну Лисопилка Ну Лут 0 Но позиция в круге как бы 10 из 10, пока что, на самом деле. Но главное, чтобы лут был, потому что без аэрок играть это вообще гибель. Да, без аэрок все очень-очень плохо обычно. Но было бы еще все хуже, если бы Транадо, ДНЖ, Баттл реально упали в жаркий. Три квадрата ехать, это шок вообще. А потом еще куда-то надо заехать. Ну то есть, это хорошо, что на самом деле туда дропнулись. Разыграть, мне кажется, будет полегче. Компот трэш, плюс один, уже поехали. Это у нас винсайды. Едут возле Тим Спиритов, по сути. На них прям дроп падает, кстати. Будет ли контроль дропа от них? Нет, компот стреляет у нас по радуге. По радуге настрелял, ничего не попал, вроде как напугал только радугу лишний раз. Ну, эйру видели, парни, я не думаю, что отсюда есть смысл уезжать. Есть смысл, наоборот, остаться и полутаться. Полутаться. Призрак катается из единственной команды. Это у нас Ghost and Staff. Находится тоже рядом со спиритами. Дроп вообще никто ничего не видит. Ну, как так? Почему никто ничего не контролит? У меня все все. Или контролит, смотри. Видит, видит. Компот, компот. Заберут они этот. Тейрдроп однозначно. Нет у них иной опции. Нужно брать и божать. Красиво. Все, молодцы. Вопросов нету. В дропе у нас пулемет. Воу, с x8. Воу. Значит, вместе с пулеметом мы иксовку ложим. А вместе с авиком кладем. Ничего не ложим. И ничего не кладем. Оу, у Тим Спирит могут быть проблемы или на... Подождите. Снупик крашился в парней из ТС и сбил сам из себя. Бывает. И что убирает Снупика гранаты? А с Модейка по Максизору немножко настрелял. Спириты отгоняют рандом Фрэнс. И наши рандомные друзья рандомное место будут искать на карте, чтобы найти себе там приют. А по Максизору еще стреляют. У Максизора меньше, чем половина здоровья. И он въезжает тут на Гусен Став. Проезжает Пандович вместе с им тиммейтом. Ну, вот Максизор приехал в дом для бабочек. К нему крэшится. Вау! А это верное решение. Они видели, что он один. Они знали, что он один. И они за это его будут наказывать. За то, что он один. У него есть возможность полечиться. Он втыкает аптеку. Буст ему не дадут прожать. Нет, и аптеку он не успевает прожать. О-ля-ля. КГ. Для Максизора. Ничего он тут не делает против троих. Придушили. Придушили Макса. Рандом Фрэнс вначале вновь теряют игроков. Это какая-то уже печальная закономерность. Ну, да ладно. Не будем хоронить. Парни, подождем третьего раунда. Я думаю, на третьем, на третьей карте что-то изменится. У Нави хорошая позиция. Стоит обратить на нее внимание зрителя. Здесь... Здрасте, Василий. Да. У ребят могут быть проблемы только с горой. Вот этот слева холм от них. Где уже вы видите парней из Винсайта. Но на самом деле нет. На самом деле нет. Вряд ли они выйдут в открытку, чтобы постреляться с домом. Да, просто смотреть в сторону холма и все. Этого достаточно. Это граничит с ними. Очень много уже сидит команд в центре круга. Но с краю круга никого. Там у нас долутываются Торнадо, Energy, Шторм. Долутываются Юдники. Долутываются у нас Кюбифаер вместе с АВГ. Парзы только-только поехали. И сейчас заедут в Белый Круг. Вот так вот. Так вот у нас дела обстоят. Какие-то легкие пострелушечки. Там спирит и что-то кого-то. Слушай, а Мино проедет ли или будет драться? У него справа ротация Кюбифаер. Кюбифаер... Нет, развернулись. Сенпай берет вправо. И нам никто не будет с Жаном здесь выяснять отношения. Да, никто не будет драться вначале на ротациях. Зачем это вообще бессмысленно? Ничего не решает. Хеллоу Сенпай все-таки остановился. Что-то с миника стреляют. Ну да, давай, удачи идти. Счастья, здоровья. Ничего он не сделает, естественно. В лесу какой-то у нас замесик легкий. Ну как, не замесик, а просто активные перестрелочки между командой Винсайд и командой Экс Файфрекс. Кстати, Файфрекс, да, потеряли. Вот класс, как раз таки Лейзи. Лейзи, напомню, дрался с кем-то. То есть, купи файр за тачку. С спином, по-моему. Ну, как дрался, его и сбивали там. Покачивают машины парни с Киткат в команде Натас Винсера. На Винсайд минус одна машина. Рекординг с UMP, с 3x. С колесами-то разобрался. О, Гвенлол. Мутанта работает, Гвенлол. Но пока безрезультатно. Напугал. Напугал и убежал. Попугать тоже надо. Попугать. Попугать, попугай. Попугай, так. Птица. Значит, да, птица иногда, можно птицу поесть. Винер, Винер, Чикен Динер, Папк 2, конфермет. Изи. Изи. Бэм. Там у нас Диэс, кстати. Ты посмотри, Диэс из АВГ вообще пешком бежит. А почему? Странные дела, не знаю. Где-то тачку его потерял. Ну, что-то, может, случилось. Так, стоит багги. Багги свои бежит, да. Юник, поехали, тока-тока. Очень поздные, очень поздние ротации. Просто не успевают, по-моему, парни делать быстрый лут и врываться сразу. И, слушай, ведь Na'Vi, когда рассказывали, там, молодой, когда в своем посте писал о том, что они не успевают в тайминг, они привязаны к луту и поздно заходят. Ведь это, по сути, сходная, абсолютно зеркальная с Юник ситуация. Мне вот интересно на дистанции, как Юник будут решать эту проблему. Их место для лута, Милитари Бэйс, вообще не ближе Приморска. Ну, вот от слова совсем нет. Ну, да, такое. Опять же, даже одним сегодняшним днем сложно будет сказать, что у них это работает или не работает. Но на протяжении, там, всего третьего сезона, я думаю, мы узнаем. Но первый раунд, конечно, был очень лютый. Ну, он характерный, конечно, был. Вот там зона ни при чем. Ну, мне кажется, спотик ни при чем. Да, они будут, опять же, вновь ждать следующее смещение. Вот круг буквально замкнется, там, через считанные секунды. Мы на него смотрим. Смотрят, я уверен, на него сейчас и игроки. Уф. Неприятная ротация, кстати, для всех, кто на севере. Будет сложно врываться в зону. И мы знаем, как играется Милта. Если ты в Милту зашел, а зона из Милты ушла, ты оттуда не уйдешь. Это касается, знаешь, Боря, всех городов. На самом деле. Так, Компот Трэш. Крашится с Пуличем в дом. К нему едут. К нему... Турецкий десант. Ну, просто пугает турецкий десант Компот. И десант из Курции решил оставиться просто чуть-чуть правее в следующих домах. Замоки с тиммейтами пытаются подтянуться туда. Под обстрелом находятся сразу несколько команд. Радуга. Радуга здесь, судя по всему, не выживет. Его высадили из мотоцикла. Ничего себе. Что такое случается? Что такое случается? В центре. Сумасшедшие спириты что вообще делают? Непонятное. Просто шикатачку хотят. Ребята, это второе место занимали на прошлом раунде. Нельзя без идейно погибать. А уже минус два, если меня не подводит зрение. Да, все правильно. И где-то очень битый шус. Шус с бистом разделились. Шус в кустике чилит. А вот бист нашел хороший домик на краю. Мелти. И будет в кайфе сидеть на самом деле. У меня есть определенные сомнения, что шусы из-за дальности здесь могут заспотать. Этот куст, конечно, он всегда отрисовывается. Но трава вокруг и вот эти торчащие ноги или головы, это может быть легкой целью для многих. Правой части круга у нас фарзы. Чуть-чуть постреливают в М-19. Сзади у М-19 АВГ. Все команды в полном составе. Ой, а тут может интересный сэндвич получиться. Но позиции в целом у всех неплохие. Нет смысла драться. Единственное, что могу сказать точно. В первых кругах нет смысла драться вообще никому. Но вот на следующем кругу за спотк-то можно и начистить хлеборезочку кому-нибудь. Подъехали фарзы в этот, в лесопилочку. Кайфуют. М-19 спектанули с 2-2. АВГ едут на М-19. Напряжно. Мумич на мотике. Солянова. Это конечная, скорее всего, сейчас будет. Хотя Жан резко берет сторону, но он подъезжает еще под фарзы. А его друзья, его тиммейты что делают? Видимо, не было инфы в Прокосте с экзамплом. Взрывают у Зорфа. Хоббит, Хоббит, Хоббит. Очень круто между двух огней здесь 7-19 спустили. А еще фарзы такие. У-у-у, да там конвой. Мы тоже хотим гравить. Диез чуть не умер. Хоббит проезжает. Хоббит вообще инвинцибл. Диез упал. Ай, 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 ай. Псих, дожирает Диеза. Пресс, F2P, респект. Да, вот так вот. Очень, очень же нет, пацаны. На VG ехали и потеряли на ротации двоих игроков. Что у нас происходит в других частях? Юник сидят в хорошем Кимпу. Торнадо Энерджи Шторм оккупировали самую сочную часть круга. Спитанулись 2-2. У нас на ферме вообще какой-то... Вообще какая-то жесть происходит. Там три Тимки. Чё, как это произошло? Нави все там же. Киткаты рядом с Навями сидят через дорогу в Кимпе. Кюбифайр над Нави. В лесопилочке у нас три. Почти четыре команды. Ну там недалеко М19 что-то делают. Но пока что никто особо активничать не хочет. А VG хотели поактивничать, поактивничали. Не очень неудачно ротацию для себя выбрали. Напомню, потеряли двух игроков. Знаешь, мне кажется, вот эти три буквы ROT в слове ротация как никогда правильно характеризуют часто продвижение различных команд. Что-то в этом, знаешь ли, есть. Какой круг! Что, пацаны, вода? Это круг могил. Это круг. Юник сразу поехали. А что тут еще делать? Тут надо занимать милту. Тут все понятно. Погнали, пацаны. Не, ну милте вообще full free. Там что-то бис наверху так делает. Но, пацаны, он ничего не сделает. А не, он стреляет по Мелману, но не добивается ничего. Этим, этой стрельбой МС пытается турков высадить. На турки тоже едут мимо. Ой-ой-ой, а горят турки успели выйти из УАЗика. УАЗик взорвали. Перебегают. Марко Дель Веккио, миссис Шагзи. Но БСД нокают. Но БСД вообще не здесь даже. Они там в ферме все еще чили. Ну, Юник, я не знаю. Юник можно было дальше как-то проехать, попытаться. Но они остановились вот тут на КПП. И по факту-то ничего не сделают. Шагзи, Шагзи. Пробегает. Ну, не особо пробегает. Адоус, красава. Просто великолепно отдал хэддик с Минька. Нави тоже, кстати, едут в полевой части круга. По берегу у нас катаются... Рэнда Фрэнс, вроде. Да, все правильно. Крэш еще какие-то непонятные. Но нужно тут ребятам прочно думать, как оказаться в круге. Зачистку делают Форзе на краю. Хоббитес тоже погиб. Жан в доме. Но Жан на краю к нему могут, в принципе, влететь. И Козверину. Козверину приехали Киткат. Это последний игрок команды Рандом Фрэнс. Потому что Ануктив истекает кровью. Так, или плеер сбивает Костика. Не так себе это представляли, я думаю, парни из М19. А там Кубик Фаер еще рядом катаются. Пошла... Жара... На Мави. Ну, человек 10, примерно, должны, должны умереть человек 10. Я думаю, после закрытия этого круга. Ну, потому что воды действительно очень много. Места не хватит на всех. Нави приехали на перекресточек над мостом. Ну, надежды, что зона уйдет за тот мост, конечно же, нет. Это просто вынужденная остановка там, где никого нет. Не, это хорошо, Боря. От края круга поиграть действительно хорошо. Ты всегда видишь, что делает твой ближайший противник. Если противник дальше встречается, ты просто занимаешь его позицию и стреляешь в спину. Я, на самом деле, помню битву Нави с AVG и с Unique на берегу. Вот как раз-таки это Милты, это один из, наверное, лучших. Там топ-10 лучших. А там, где Мумич кусту валял. Да, да, да. Для меня это топ-10 вообще вот увиденных игр, ну, драк где-то вот во время игр. Это однозначно. Там было все суперкруто. Поэтому, да, Нави не только умеют и знают, они еще и делали. Собственно, входы с этой стороны круга. Вандер Нокует. Работает Hello Senpai. Дистанция там большая, поэтому Вандер должны, по идее, поднять. А, Вандер зачем-то бежал. Не понял я вот этой ротации от Вандер, если честно. Ну, волнуется. Мне кажется, у Вандера мало опыта. Мне кажется, у Вандера просто мало опыта. Это факт. Вандер, он много играет в PUBG, но компетитив опыта у него не так много. Экзампл в голову получает от Сени. Очень хорошо снайперы работают у команды Порзе. Так что у нас Климдор. Климдор, как говорится, за Орду. Пытается выживать. Он что-то мне подсказывает. Открыл будку, посмотрел на энергетик. Дал себе дым на ход. Новый круг ушел от воды. В принципе, как написано в Заветах, четвертый круг всегда уходит от воды. Так и есть. И тут вопрос теперь. Что делать Жану? К Жану гости. Вокруг него ротируется сразу несколько команд. И возможно, если как раз таки Киби Фаер пойдут пешком, они просто выйдут и убьют Жану с ХГ. Да, скорее всего, так и произойдет. Настреливают у нас по 11 команде. Гоустенстав страдают. Моник. Тоже подъехал к Жану. Жан не знает, что тут делать. И, по-моему, лучший вариант это просто бежать. Жан, уходи. Тебе здесь не рады. Спасайся. Не-не-не, пока чилит. Ну, а куда ему спасаться? Там он сидит, сверху сидит. В удочке. Некуда идти, по факту. Если куда-то пойдет, то Гоустенстав в 11 команде сразу заметит Мовича. Куби Фаера в упор подъехали к Монону. Монон дает отпор. Пытается кого-то нокнуть, но не получилось. Рекрент убил Шуса. Жан! Ой, сломали мотоцикл. И заднее колесо лошали. Плохо. Не, пока пин в соло идет пушить. Рискованно на самом деле. Но пин занимает неожиданную позицию. Против Жана. Между раковинами и тазом? Действительно неожиданно, Евгений. Действительно. Слушай, а там... Посмотри, что делает Нави. Нави въезжает под Юник. Да, видно. Но не очень плохо приехали на самом деле. Потому что Гоустенстав сейчас начнут настреливать по Нави. Если те не отзонят в себя. Не смогли никого нокнуть гранатами. Юник и Стендин вынуждены отступать. Летят ответные хае. Пока тоже что-то притихли. Там проблема у Винсайдов. Они пытаются зайти в круг. Но... Транадо Энерджи Шторм помешает им. Дайсер уже в курсе. Дайсер уже держит. А почему они не встречали? Вандера, кстати, добрали кубифаер. Мне кажется, Юники мешают встречать. Ты посмотри, как Юники красиво сидят. А, да. Там есть Адоузи. А Адоузи-то в Х8 уже смотрит. Говорит. Я вас вижу. Элитплеера убивает Гришка Пауэр. Слушай, а там у М-19 проблемы-то, похоже, несовместимые с жизнью. Так, чё там? Экзампл остаётся один. Форза пушит его вчетвером. Есть один ног по Димашу. Сеня битый. Но... Парни из М-19 серьёзно душат. Ну, Форзы очень хорошо пушили в прошлом раунде. И, может быть, сейчас всё-то тоже хорошее покажет. Вот мышика поднимают. Сеня уже под домом. Экзампл... Сидит. Экзампл последний выживший. Да, у него калаш. В миле одно из самых лучших оружий. В принципе. Но нет касочки. И даже такое хорошее оружие, как калаш, не факт, что спасёт. Терпит крушение там турецкий танкер. БСД тоже в Ноке. Выживший лишь Марко Дельвеччо. Валяется в ванной. Марко Дельвеччо. Ты же в курсе. Марко... Почему бы и нет? Уф. Как же сдвигается круг. Слушай, и НАТО с Винсера придётся выходить. Придётся и... Ну, я думаю, брать правее. Подняться, пытаться там. Или как они пытаются... Как они в круг хотят попасть? У НАТО с Винсера должен быть сейчас план. А я его не вижу. Ну, план Абдурахман, на самом деле. Можно пройти в круг. Как мы с тобой, Веня, да? Есть всё-таки фринфан свободное место. Там пошли какие-то ротатки на шеши. Винсайды влетают. Во всех на свете. Перенокиваются. Там СМСа Нокай Детаба. МС Нокай Дзмоки. Остаётся у нас один компот трэш. Но у компота пулемёт. Да, и похоже, похоже, что сражаться ему придётся здесь в одиночку ещё очень долго. Юник уже сместились. И в спину Юникам стреляют Нави. Вот про что тебе и говорил. Нави отыгрывают просто от края круга. Видят, что делают оппоненты и настреливают им в спину. В плавизи мне остался один с этой стороны. Перебегают Нави. Нави решили перебежать через дорогу. И наткнутся сейчас на Марку. Марка-то валяется в ванной. Просто ничего не делай. Шейд остался один. Ой, садовника сейчас будет неприятная встреча. Что там? А садовника ждут. А он слышит шаги. Открыл дверь садовник. Закрыл дверь. Я туда не пойду, мужики. У Биста тоже проблемы. Биста пушат. Четвером Торнадо Энерджи Шторм. Бист. Последний выживший Торнадо Тим Спиритов. Команда, которая на втором месте закончила предыдущий раунд. Напомню вам. И дайсер Биста отправляет в лобби. Это провал. Ну, провальчик, ладно. Ну, провальчик не провальчик, но он довольно долго жил. Просто тут все довольно долго жили в этом матче. М19 погибли. Топ-15 для М19. Да ты рифмуешь сегодня, друг? Йоу. Тмол. А там еще остался Жан. 14 место, вполне возможно, сейчас отожмут себе АВГ. Но это не точно. Меня смущает, что плейвизми забыли. Юники. Как будто он им совсем не нужен. Говорит, Василий, так? Из тебя тиммейт. Борь, я сейчас вообще никуда не смотрю. Я смотрю лишь в комнату Марка Дельвеккиева. Понял? Ты нашел серьезный контент. Я вообще никуда не смотрю больше. Очень интересна судьба. Он, понимаешь, он лежит. Есть такая книга «Судьба человека». Вот, возможно, это про Марку Дельвеккиева написано. Муминок, стюбили, топ-14 для АВГ. Так вот, фаворитам тяжело он дается. Третий сезон ГЛЛ. Марка вообще. Ну, как вот просто откуда столько терпения? Я бы уже раз шесток вышел. Давай драться. Но терпение, конечно, феноменальное. Юники. Юники разнукивают всех на свете. А там Роботбой пытался спуститься вниз. Если ему не дали этого сделать. Там подпсихует. Ну, не, подожди. А вдруг бы сработало? То есть ты откуда знаешь? Там яички дракона достал ВСС. Поэтому в битве ВСС против Кулича я ставлю на ВСС. Ну, ВСС Винт тут как бы, не вей. Мелман с Юмпиком работает в ближнем бою. Убивает Ризла. А зверин, кстати, тоже сидит один. И напоминаю, это последняя выжившая команда Рандом Фрэнс. Мне интересно сейчас, как кружок будут отыгрывать. Потому что 80% круга это поле. У форзов проблем-то никаких не будет. У них там отличная будочка. А вот остальные команды... Дома сносит никакой. Гасты у нас влетели. Крэшник просто в дом. Естественно, их тут всех приняли. Моник с Жаком Простаком остались за кругом. Это фиаско. Братан. Если цитировать классика дословно. Это фиаско, братан. Гасты у нас тут будут свои. СНГшные. Юник косплеит, кстати, команду Тим Виталити. Которые вот в этом самом доме выигрывали игру на, по-моему, Старладдере как раз-таки первом. Куча стрельбы. Все-таки прошли парни из Russian Gangsters. Но дошли только до Play with Me. Есть один минус. Тут же доели. Будут Гвенлола контролить. И Марко Дельвекио. Марко. Красавчик. Мамин... Все-таки психанул? Мамин сипотяга вышел. Папин бродяга Риналока убил. И Зяво. Так, ну что здесь у нас? Крайкруга пытается зайти Юник. О, у них, кстати, проблемы. Это я вам как Ванга говорил, друзья мои. По Марко тоже, кстати, подстреляли. Адоузи не спасти. Куба убирает Стэндина. Стэндина доедает Шейд. МС не понимает, что делать. Play with Me тоже предпочитает подхолдить. Нужно, нужно Юникам пройти. Все еще не в кругу. Сумасшедшая концентрация игроков в городе. В оставшуюся его части. Могут МСа. Play with Me остался один. Да, дела у Василия. Не как у его сказочного тезки Теркина. Здесь все очень-очень плохо. Кружочек все-таки поближе к мульти. Подъехал Na'Vi фулл составом. Молодой выходит. Но кэт рекординга тут же его, естественно, отобивает. Костенстав погибли. 111 для них. Ну, что? Это рулеточка сейчас будет раскручиваться. Нет, какая рулеточка. Ты посмотри, как красиво сидят Na'Vi. Они занимаются самые вкусные дома в мульте. Но они, конечно, не в кругу. Не в кругу. Но суть в чем. Ты отсюда сможешь без проблем напрячь кого угодно, как угодно. И дальше как-то пройти в круг. Рядом дома хорошие стоят. Заборчики. Можно, в принципе, без проблем пройти. Там у нас Торнадо Energy Battle заняты Сёрковым со Зверином. Да, вот Na'Vi уже в кругу. Вот так вот. Решили не напрягать никого с дома. А, молодой-молодой остался в двухэтажке. С доступом на крышу. У Васи три аптеки. У Васи грустно. Вася вышел в окно. Но это, скорее всего, ошибка. Это так звучало. А Вася вышел в окно. Ладно. Вася попытается... Человеку с пулеметом пояснить. За хип-хоп. Но человек с пулеметом умирает. Да, сам хип-хопнулся. Торнадо Energy Storm, кстати, сидят. Они не в круге. Дом-то не в круге. О-ля-ля. Тут будет интересный выход в поле. Но слева есть вот этот небольшой холмик. Вообще, в принципе, гряда. Если правильно поставить тачки, то Торнадо Energy Storm могут зацепиться за эту игру. Ой. А подождите, а псих... А если расчехлить? Псих! Гранатку туда бы, трехочковый. Нет, псих просто лежит. Пассивненько, пассивненько. Мне кажется, что там должно быть чем покидаться. Ну, фарзи сами в Open Field просто, понимаешь? Так вот, поэтому и нужно. Поэтому и нужно было бы выйти сейчас, сделать здесь какой-то минус. Убаха нокаут. Иван упал. Торнадо Energy Storm красиво. Конечно, подъехали. Молодцы, что нашли эту ЛГШ-купу. Садовника накормил Сайланс. Очень тяжело будет сейчас на Свинсера выходить. Молодой битый. Садовник. Садовник еще нужно поднять. Азеронг пытается зайти со спины, судя по всему. Догадывается ли об этом молодой. Шейт нокаут Садовника. Янг Сани молодого. Бей своих, что бы чужие боялись. И нави погибает. Но чужие что-то нифига не забоялись, на самом деле. Так, Киткэт здесь справились. Киткэтом, конечно, помогли дымы и вообще неразбериха, но... Что случилось, то случилось. Дам. Опыт получен. Вот это дефолтное все. Сейчас торнадо Energy Storm против Фарзов. Будет драться. Вот, катайся, распаляйся. У Фарзов отвратительная позиция. Гришка уже нокнули. Но они слишком заперли себя. Они вот этот... Вот, 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 вот. Они легли просто под одну гранатку. Ох, красиво. Просто рекренты Orange устраивают похороны. Нельзя в обнимку пушить врага, который находится в позиции. Это плохая идея. Но, наверное, сыграло роль то, что у психа не было гранат. Потому что псих выглядел как идеальный план. Просадать гранату вот туда, в скопление торнадо Energy Storm. И устроить зеркальный переворот. Но не вышло. Кружок у нас через полминуты только закроется. Circle за кругом умирает стопроцентно. Вот от лица сёркала смотреть, это неизбежная смерть. Безысходность. Медленько вот так вот приближается к тебе. И ты понимаешь, что через 17 секунд ты умрёшь. И нужна музыка из бригады. А, не-не, подожди, подожди. Он ещё в кругу. Да ладно. Он ещё в кругу. Здесь он ещё в кругу. Вот так вот. Всё, ладно. Отмена музыки из бригады. А зверин всё ещё лежит, кстати. Неплохо. Нулевой круг. Да. Нулевой круг через 24. У плейбезми, кстати, наверное, одна из худших ситуаций. Ему нужно будет выходить туда, где... Откуда его ждут-то? Орнадо Energy Storm. Орнадо Energy Storm и Battle между собой устроили разборочку. Небольшую. Нулево, кстати, тоже надо будет идти. Да всем нужно будет идти, собственно. В зоне-то никого и нет. Ну и... Потому что зоны нет, Борь. Вся проблема в том, что зоны нет. Вася уже пополз. Погибает... Погибает Сёртл. Конечно же, сразу же перестрелочки у нас. Янг Сене. Убийца суперпозиция. Плейбезми, ползи, Василий. Нет, ну, Вася приполз. Минус Азверин. Зеронга Ноковит. Мелман. Топ-5, по-моему, или в топ-6 он приполз. Ну, Транадо Energy Storm очень хорошо держит круг. Прям замечательно, я бы сказал. И, кажется, они победили. Убийца убирает Сайлнза, облегчая батл задачу. Янг Саня остается один из команды Киткэт. Ну и... Что тут получится или нет? Да, получается забрать всех из Киткэт. Топ-3 для Киткэт. Батл и Storm. Между собой будут выяснять отношения. Но ситуация не равная. Хотя Мелман дает один минус. Дайсер еще один минус. Ах, ну вот уже минус 3. С одной стороны минус 1 живой. И, да, благодаря суперпозиции убийца выигрывает эту игру. Браво. Убийца очень красиво сел. Ну, точнее, лег. И молодцы. Транадо Energy Storm. Чуть не подслили, конечно. Но убийца красава. Дотолкнул, так сказать, свою команду до победы. Оформили Транадо Energy Storm 10. Киллов. То, то, что, 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 то, Борь. Это Хо Ро Шо. Это 160 килл, 160 поинтов. Вот так вот. Мелман в Солянова 6 киллов. Все его остальные, значит, тиммейты ничего не кельнули. Но я уверен, что помог или что-то поделали полезное. Суть не только в киллах, на самом деле. На третьем месте. На третьем месте у нас Янг Сенни, Зеронг, Рекординг и Сайленс. Посмотрю, они довольно-таки тоже много поубивали. Получается, 11 киллов. Лидеры у нас по фрагам в этом матче занимают. Третье место. Четвертое место у нас команда Ануктива. Свежее. Или Снупика. Или Максфера. Скорее Снупика, если так вот хронологию событий разматывать, то, наверное, все-таки Снупика. Да, у нас Random Friends не сделали, конечно, ни одного убийства, но оказались в топ-4. Юник топ-5 вместе с 5 киллами. Вот такой вот у нас, такая вот обстановочка. Конечно, раунд умеренный такой, знаешь, экшена не так уж и много, но было интересно посмотреть. Особенно на невероятную отыгровку Марка Дальвекио в ванной. Я даже так в ванной не отыгрывал. Вот, я то хотел сказать. Знаешь, ты, конечно, может быть и стендинил за Нави, но ты так в ванной хоть раз лежал. Нет. Я нет, нет. Сори, тут сори. Я пушил как сморг. Мне говорил молодой жрих. Я жрал. И все. То есть я не умею играть как Марка. Тут сори. Ну что? Это, опять же, раунд 2. Нас впереди ждет еще просто гора увлекательных игр. Если кто-то вдруг только что проснулся. У нас 4 игры. Две сыграны, две впереди. И если будет повторяться, как я понимаю, формат прошлогодний, то впереди два Миромара. Ничего себе, ты что придумал? Вот это вот. Это не я. А может Саноки? А может, а может новую моббирную? Две землекарты? Нет, зимняя карта, кстати, там что-то между Ирангелем и Санком будет. Да, Ирангелем и Санок. Я тоже смотрел уже. Буду интересно посмотреть на вытащенную эту карту из файлов игры. Занимательное зрелище, занимательное. И опять же обещали нам ее зимой. То есть осталось всего ничего. А там Ланчик уже подъедет. Третьего сезона КЛМ. Да, 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 друзья. Все это будет... Нормально. Нормально. А пока у нас будет небольшая реклама музыкальная, чтобы вернуться к вам с новыми силами после небольшой паузы и посмотреть раунд под номером 3. С вами Айлэйм и Старский. Не уходите и не переключайтесь. Ни в коем случае. Самое интересное впереди. Все спортивные баталии в вашем смартфоне. Париматч. Играют они. Выигрываете вы. Продолжение следует...